Бисмиллахи рахмани рахим, альхамду риллахи рабдил алямин, хамдам кисирам, тайибам, мубаракам, фихи, ванусалли, ванусаллим, аля набиина Мухаммаду, аля алихи, ва сахбе, аджмаин и ва ба'ад. На прошлом уроке мы поговорили с вами об Ихсане, об Имане, об Ихсане. Сказали, что религия состоит из трёх уровней. Это Ислам, это Аль-Иман, это Аль-Ихсан. Автор, рахима Аллаху та'аля, как вы помните, привёл для каждого из этих уровней религии, привёл доводы. Доводы из Курана, доводы из Сунны. А затем, после этого, автор приводит такой довод, который включает в себя указания на всю религию. Указывает на все три уровня религии. Указывает на Ислам, указывает на Аль-Иман, указывает на Аль-Ихсан. Что это за довод? Это довод хадис. Хадис, который называют хадисом Джибриля, алейхи салам. Почему? Потому что в нём сообщается о том, как Джибриль, алейхи салам, пришёл к пророку, алейхи салату салам, который сидел вместе со своими сподвижниками и стал задавать ему вопросы, и пророк салам отвечал на эти вопросы. Этот хадис, он заключает в себе довод на все три уровня религии. На все три уровня религии. То есть охватывает собой всю религию. Поэтому этот хадис называют религией. Этот хадис так называется – религия. Почему? Потому что охватывает собой разъяснение всей религии. Хадис Джибриля. Ахтар, рахмаллаху та'аля. «Ун гибрит والдалилил من السنة. Хадис Джибрил, المشهور. Ан Умара بن الخطاب رضي الله تعالى عن него قال «Бейнما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال علينا رجل شديد بياض استياب, شديد سواد الشعر. لا يرى علي أثر السفر. ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسنت ركبتيه إلى ركبتيه ورضع كثيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتوتئ الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاعت عليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسولي واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيري وشري قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تري دلمة ربتا وأن ترى الحفاة العرات العالة لعشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبسنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قال الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمرا دينكم أمراه 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 ты должен верить в Аллаха и должен верить в Евангелов, в Его Писание, в Его посланника в последний день и в предопределенность хорошего и плохого. Кадар. В некоторых версиях сказано, что после этого опять сказал, ты сказал правильно. Затем он сказал, расскажи мне об Ихсане. Что такое Ихсан? Пару Калий Исаат Усрам сказал, поклоняться Аллаху так, как будто ты видишь Его. Мы говорили с вами, это поклонение какое? Поклонение Мушагада. То есть поклонение любви, стремления, томления по Аллаху. Так как будто видит человек Аллах. Но если не достиг ты такой степени, ну если ты и не видишь его, но помни, что Аллах видит тебя. Аллах видит тебя. То есть хотя бы у тебя должно быть поклонение, какое? Айбада, мурахаба. То есть помнить все время о контроле Аллаха. О наблюдении Аллаха над тобой. Затем этот человек сказал, сообщи мне о часе. Са. О судном часе. И пророк Али Салат Усрам сказал, спрашиваемый знает не больше спрашивающего. То есть Дибриль попросил пророка Али Салат Усрам, этот человек, в котором был на самом деле Дибриль, который принял облик человека. Ангелы, мы говорили, с вами могут принимать облик человека, облик людей. Дибриль попросил Мухаммада, саллаллаху алейкум салям, сообщить о времени судного часа, когда наступит судный час. И пророк Али Салат Усрам ответил, что так же, как Дибриль не знает этого, он, Мухаммад, саллаллаху алейкум салям, тоже этого не знает. Ему это так же неведомо. Посмотрите, лучшие из творений, посланник из числа ангелов Дибриль, самый могущественный из ангелов, и самый лучший из посланников, из пророков, из числа людей, Мухаммад, саллаллаху алейкум салям, они не знали этого. Когда Са, когда судный час? Если они не знали, если они не знали, другие не знают об этом тем более. Поэтому каждый, кто утверждает, что он знает, когда час наступит, то есть судный день, когда наступит, когда будет конец света, называет какие-то даты, какое-то время, или каждый, кто верит вот таким людям, которые утверждают, что знают, когда наступит судный час, они являются неверующими, они являются лжецами, потому что Аллах, Субхану Ата'аля, говорит, спрашивают тебя люди о часе, знания о нем только у Аллаха, В другой суре говорит Аллах, они спрашивают тебя о часе, когда он наступит, откуда тебе знать об этом? Аллах, Субхану Ата'аля, откуда тебе знать об этом? Таким образом, пророк, отвечая на просьбу Джибриля, объяснил всем, что это знание, знание сокровенное, причем самое сокровенное из сокровенного, которое известно только Аллах, Субхану Ата'аля. Люди поняли, что никто не может знать об этом, кроме Аллаха, Субхану Ата'аля. И тогда Джибриль, алейиссалам, задал другой вопрос. А что могут знать люди? Люди могут знать признаки приближения этого судного часа, признаки, которые напоминают им о скором судном дней, которые заставляют их готовиться к этому дню и бояться этого дня. И он сказал, тогда расскажи мне о его предзнаменовании, анаратуга, то есть предзнаменовании, признаки судного часа. Признаки судного часа, вы знаете, делятся на большие и малые признаки. Большие признаки, что это за признаки? Это те признаки, которые будут непосредственно перед наступлением судного часа, и они будут следовать друг за другом, быстро друг за другом. Поэтому они называются большие признаки судного часа, они упомянуты в одном хадисе пророка, алейиссалату ассалам, их 10. Другие признаки, малые признаки, эти признаки начались с прихода Мухаммада, саллаллаху, алейиссалям. Вообще, сам приход Мухаммада, саллаллаху, это уже признак судного часа, приближение его, потому что он последний, есть пророков. Когда Джибрид попросил разъяснить, каковы признаки судного часа, при знаменовании его, пророк, алейиссалату ассалам, ответил, «Рабыня родит свою госпожу». Это первое. Второе. «Ты увидишь куфат», то есть босых, урат, нагих, аля, бедных, пастуков, овец, как они соревнуются друг с другом в строительстве зданий высоких. Так, первый признак, который назвал пророк Алейиссалату сарам. «Рабыня родит свою госпожу». Что это значит? «Рабыня родит свою госпожу». Есть несколько толкований этих слов. Что это значит? «Рабыня родит свою госпожу». Мы назовем некоторые из наиболее весомых толкований. Первое толкование, то есть распространится непочтение к родителям. Хорошо? Раба рождает ту, которая становится госпожой, что ли, господином. Непочтение к родителям. Это появится и распространится среди людей. Другое толкование, что будет много рабов, много рабы, нерабов появится, увеличится их количество. Это второе толкование. Третье толкование. у царя родится ребенок. Ребенок родится от невольницы. От невольницы родится ребенок. Что в некоторых версиях сказано «раббатага», то есть свою госпожу, в других версиях родится сказано «своего господина». Хорошо? Итак, царь, у него родится ребенок. От кого? От рабыни, от невольницы. Этот ребенок, этот сын, после смерти отца станет кем? Станет царем. Став царем, он тем самым станет господином, властелином над людьми, над всеми людьми, в том числе над своей матерью. Другое толкование, что распространится такой грех, как прелюбодеяние. Распространится такой грех, как прелюбодеяние. Поэтому в некоторых версиях сказано, что рабыня родит своего мужа. То есть люди будут небрежны в этих вопросах, и если будет у человека рабыня, она родит ребенка, это уже становится умой. Волят, ее продавать не может человек, разлучать с сыном. Но они не будут считаться с этими вещами, будут относиться к этому легковесные люди, они будут продавать. Потом так получится, что эта рабыня через какое-то время купит ее собственный сын, который не знает, что это его мать, и будет иметь с ней отношение. Так, это указание на распространение такого греха, как прелюбодеяние. И еще одно толкование, такое общее толкование, что произойдут какие-то коренные изменения в состоянии людей. Коренные изменения в состоянии людей. вот это вот последнее толкование, оно применимо и ко второму признаку, о котором сказал пророк Алейс Саратус Сара. Коренные резкие изменения в состоянии людей. что во втором признаке сказано, что сильно бедные люди, обездоленные вдруг неожиданно становятся невероятно богатыми, так что начинают соревноваться друг с другом в возведении высоких зданий. После этого говорит Амар «Знаешь ли ты, кто был этот спрашивающий?» Амар говорит «Я ответил Аллаху Расулу Алям». Аллаху и его посланнику это ведомо лучше. Тогда пророк Алейс Саратус сказал «Это был джибрид, который приходил к вам, чтобы научить вас вашей религии». Так пророк Саус спрашивает Амара прошло достаточно много времени. Он спросил Амара ты знаешь кто этот спрашивающий? Для пророк спрашивает Амара знаешь ли ты, кто был спрашивающий? Пророк Саус и так знает, что Амар неведомо кто был этот человек который приходил. Амар не знает кто это был. А для чего тогда Пророк Саус спрашивает его, а сразу не говорит ему, что это был джибрид. Для того, чтобы вызвать у Амара желание сильное уснать ответ. Это очень важно. Посмотрите, Сунна в ней все. В ней все благо. Сунна учит нас во всех аспектах нашего бытия. В том числе в вопросе как преподавать, как учить людей, как доносить до них, как призывать их. Пророк Саус знал, что Амар неведом ответ. Сразу не сказал, а спросил его, знает ли он, чтобы вызвать у него желание, интерес, внимание. Вот это один из методов, которые должны учитывать те, которые учат людей. Метод пророка Алия Сарат Асара что ответил Амар Аллаху и Расулу Алям. Аллаху и Посланнику это ведомо лучше. Так при жизни пророка отвечали сподвижники. Если что-то не знали, говорили Аллаху и Расулу Алям. Аллах и Посланник знает лучше. После смерти пророка Алия Сарат Асарам и сейчас мы говорим как? Говорим Аллаху Алям. Аллаху ведомо лучше. Хорошо? Потому что пророк Алия идет о шариатском вопросе, тогда можно сказать Аллаху и Посланнику ведомо лучше. Если же речь идет о чем-то, что происходит, хорошо или происходило, в каких-то бытийных вопросах и так далее, что происходит в мироздании, то здесь только говорим Аллаху Алям, потому что Гайб знает только Аллах Субханам Алям. Понятно, да? И пророк Алия сказал, это был Джибриль, который приходил к вам, чтобы научить вас вашей религии, потому что разъяснение всей религии, охватывает всю религию со всеми ее уровнями. Джибриль приходил, чтобы научить вас вашей религии. Почему научить? Потому что задавал такие вопросы, которые были полезны для всех, ответы на которые были полезны для всех, чтобы научились подвижники этим важным вещам. Вот этот вот хадис, очень важный хадис, хадис, этот указывает, содержит в себе указания на многие правила, правила, связанные с получением шариатского религиозного знания. Человек, который ищет знания, искатель знания религиозного, он должен соблюдать, во-первых, знать, во-вторых, соблюдать шесть, шесть прав. Альфукук, аситта, шесть прав. Что это за шесть прав? Первое, в отношении самого себя, своей души. Второе, в отношении места, места. Третье, в отношении книги. Четвертое, в отношении товарищей. Пятое, в отношении шейха, или в отношении учителя. Шестое, в отношении самого знания, как с ним поступать. Итак, сколько прав должен знать и соблюдать человек, который ищет знания религиозные. Пусть Аллах, субхану на Таалю, сделает нас из настоящих искателей знания. Сколько прав? Шесть прав. Первое право, мы сказали, это право, соблюдение прав в отношении кого? В отношении самого себя. Хорошо? В отношении самого себя человек, который получает знания, должен придерживаться ряда важных норм. Что к ним относится? Прежде всего, это искренность, ихляс в отношении Аллаха, субхану на Таалю. То есть, твое знание, получение знания должно быть только ради Аллаха, субхану на Таалю. Не для того, чтобы привлечь внимание людей, чтобы люди сказали, какой знающий шейх и так далее. Не для того, чтобы спорить с глупцами, вести споры. Не для того, чтобы хвастаться и гордиться перед другими искателями знаний, знающими своими знаниями. Нет. Искренне только ради Аллаха, субхану на Таалю. Это норма, которая должна быть у тебя. Обязательно. Дальше. Таль-Бу-Лейм. Что ему еще должно быть свойственно? Зуд. Зуд. То есть, воздержанность в отношении мирского. Таль-Бу-Лейм, он устремлен к Ахира. В отношении этого мира он неприхотлив. Дальше. Способность удовлетворяться малым. Малым. Удовлетворяется человек малым. Что есть? Что дает Аллах, субхану на Таалю? Довольствуется тем, что дарует Всевышний Аллах. Еще что? Седак. Правдивость. Таль-Бу-Лейм должен быть правдивый человек. Не должен быть лживым человеком. Дальше. Стойкость. Саббат. Должна быть стойкость и должна быть привычка удостоверяться. Та-Саббут. Стойкость. Саббат. Хорошо. Саббат. По-арабски. Та-Саббут. Привычка удостоверяться. Что это значит? Стойкость. Что это значит? Стойкость. У Паль-Бу-Лейм должна быть стойкость. То есть, если ты хочешь стать обладателем знаний, значит, ты должен доводить до конца то, что ты начал изучать. Посмотрите, мы начали изучать этот благословенный труд. Три основы. Сразу тоже соль. В общем-то, небольшой труд. Потому что он не длинный труд. Но многие ли из нас сумели перебороть нафс, перебороть шейтана и довести до конца это? Изучение этого труда, который для кого? Для начинающих Туля-балейн. Для начинающих Туля-балейн. Советую с него начинать вообще путь искателя знаний. Так должен доводить до конца то, что начал изучать. Это саббат. Это стойкость. Без этого не сможешь ты стать Таль-балейн. Если ты будешь скакать вот так вот. Начинать одно. Затем бросать, хвататься за второе. Потом бежать в какой-то третий кружок, оставив предыдущий. Что человек так скачет и скачет всю жизнь. В итоге никакого знания у него не будет. Да, он нахватается. Чего-то услышит там. Чего-то услышит здесь. Хорошо. Там что-то прочтет. У него будет определенный, конечно, набор информации. Но Таль-балейн. Искателем знаний. Знающим и ученым он не станет. Хорошо? Должна быть стойкость. Так многие. Когда говоришь им, давай будем изучать религию, он говорит, нет-нет-нет. Я сейчас сначала поеду в какую-то страну. Там, в этой стране. Там я научусь. Едет куда-нибудь. Едет в Египет, предположим. Там в Египте. Ну, что-то не то. Что-то ему все не нравится. Никак не может он начать учиться. Нет, отправьте меня в Мавританию. В Мавритании я знаю. Там такие шейхи. Там такие учителя. Там такие результаты у людей. Они учатся, учатся, учатся. Отправляют его в Мавританию. Ну, что-то в Мавритании, что-то здесь условий нет. Кондиционера нет. Жарко. Условия никакие. Под деревом сидят, учатся. Что это такое. Отправьте меня в Саудии. В Саудии там, там, там. Там знания. Там кондиционер, удобство. В Саудии едет человек тоже. Смотришь, он в спортзале. Или в бассейне. Или еще где-то. Так и не приступает к учебе. Что? Не будет из такого человека Тали Барелем. Тали Барелем берет знания там, где он находится, насколько это возможно. Не упуская ни одной возможности. Если ты начал изучать какую-то книгу, дойди до конца. Не оставляй эту книгу, пока ты ее не изучишь. Пока не выучишь ее, пока не узнаешь ее разъяснение. Это саббат, стойкость. Дальше мы говорили, что Талбарелем должен удостоверяться. Иметь эту привычку. Это правило удостоверяться. О чем идет речь? О том, что какое-то знание, если ты получаешь, что необходимо удостоверяться в достоверности этого знания. О том, что именно вот этого придерживались ассаляфу салих, праведные предшественники. Держались этого спорятники, имамы прямого пути. Хадис удостоверяйся в достоверности хадиса. Что это сахи или хасан. В достоверности хадиса. Удостоверяйся, что знание, которое ты получил, что оно восходит к праведным предшественникам. К пониманию ими религии. Это очень важно. Это саббат. А не так, что человек набирает все подряд и не удостоверяется. Это правильно, неправильно. Достоверно, недостоверно. На этом ли были предшественники или не на этом. Далее, посмотрите, когда Джибри пришел к пороку Алисаратусова. Каким нормам личного поведения он нас научил. Во-первых, когда он пришел. Пришел как? В опрятной, в хорошей, в приятной, в чистой одежде. Почему? Потому что он пришел получать знания. Самое лучшее из знаний. Знания религии. Пришел к кому еще? К самому лучшему из учителей. К пророку Саллаху Алисаратусова. Затем он стал задавать вопросы. Какие вопросы ответы на которые он знал. Но для чего? Для того, чтобы получили пользу все. Чтобы присутствующие получили пользу. Чтобы таким образом он стал причиной. Стал мостиком для обретения другими полезного знания. Поэтому пророк Алисаратусова сказал. Это Джибри, который приходил, чтобы научить вас вашей религии. То есть, искатель знания, Талеба Алилим. Он должен задавать хорошие вопросы. И делать это должным образом. Правильно задавать вопросы. Соответствующие интонации. Подбирать соответствующие слова. Но и лучшим образом. С уважением. Хорошо к учителю. С соблюдением благопристойности. Далее. Дебриль показал. Это очень важно. Научил нас. Как искатель знания. Ученик должен слушать учителя. Посмотрите. Он не перебивал пророк Алисаратусова. Задавал вопрос. Потом. Внимательно. Слушал. Он не говорил. Я это уже знаю. Это я. Да я слышал это уже. Многие так. Отвечает им. Учитель. Или тот, кто более знающий. Да не. Я знаю. Знаю. Это уже знаю. Да я слышал уже этот хадис. Ничего. Послушай еще раз. Хорошо. Когда человек изучает религиозное знание. Да. Вещи, которые он знает. Он слушает много и много раз. И каждый раз эти вещи. раскрываются для него с другой стороны. Их знание становится все глубже и глубже. Почему тебе не хочется еще раз послушать хадис. Слова пророка Алисаратусова. Который тоже слышал раньше. Алхамду лилля. Слушал молча. Слушал внимательно Дибриль. Аллах Субхану Ва Тааля. Он на это правило указывает в Кур'ане. Аллах Субхану Ва Тааля. Сур-Аль-Ахфаф. Рассказывает про динов. Про динов. Которые пришли к пророку Алисарату Ассалам. Чтобы послушать Кур'ан. Чтобы учиться Кур'ану. У пророка Алисарату Ассалам. Аллах Субхану Ва Тааля. Говорит. Ваи Сарафна. Илейка нафара минальдин. Я стамюонил Кур'ан. Фаламма хадару. Калю анситу. Фаламма кулыя валявы ла ковми мунзирини. Вот мы направили к тебе. Нафара минальдин. Группу из динов. Чтобы они послушали Кур'ан. А когда они пришли к нему. Аллах Субхану Ва Тааля. А когда они пришли к нему. Пришли к Мухаммаду Субхану Ва Саламу. Чтобы послушать Кур'ан. Калю. Сказали. Сказали друг другу. Слушайте молча. Хорошо. Анситу. Анситу. Слушайте молча. Посмотрите. Аллах Субхану Ва Тааля. Учит. Как Тааля Ба Лаин должен слушать. Далее. Джибрия Алейссалам. Как он сидел. Сидел так. Как подобает сидеть. Благопристойному человеку. Который получает шариатское знание. Не сидел так. Как сидят высокомерные люди. Те которые не знают цену знанию. Как сидят некоторые ученики. Пусть Аллах наставит нас и их на прямой путь. Он сидел. Как? Сидел. Сжав колени. Подвинув свои колени. Колени Мухаммада Субхану. Положив руки на бедра. То есть поза смиренного ученика. Не так что он разлегся. Или развалился. Нет. Поэтому если присутствуешь в кружках знания. В кружках обладателей знания. Значит. Непременно должен сидеть вот так вот благопристойно. Потому что ты изучаешь Куран и Сунну. Так это было первое право. Право. Которое должно соблюдать Талия Баляви. В отношении самого себя. Да. В отношении самого себя. Второе право. Мы говорили. Это в отношении чего? В отношении места. Где проходит урок. Где ты получаешь знания. Очень многие ученые писали об этом. Указывали. Что искатели знания. Они должны непременно. Непременно вести себя пристойно. Уважительно. В отношении того места. Где проходит обучение. То есть место. Где проходит обучение. Не нужно превращать это место. Место. Где идет урок. Религиозный урок. Место приема пищи. Там игр. Каких-то развлечений. Сна. Потому что это место. Оно предназначено для учения. Для знания. Особенно если этот урок проходит в мечети. В доме Аллаха. Субханалу ата'алю. Если человек приходит в мечеть. Для получения знания. Или для передачи знания. Рок Алейсалату Салам сказал. Он подобит муджагиду на пути Аллаха. Субханалу ата'алю. Хадис от пророка Алейсалату Салам. Кто сказано. Пришел в эту мечеть. Для получения знания. Или передачи знания. То есть обучиться. Или обучить. Тот подобен муджагиду на пути Аллаха. Ты сейчас на пути Аллаха. Субханалу ата'алю. Не забывай. Что этот дом Аллаха. Что этот дом. Он возведен для поклонения Аллаха. Субханалу ата'алю. Для поминания Аллаха. Аллах. Субханалу ата'алю. Как говорит. Мы с вами часто упоминаем этот аят. Ванна аль-массажид алиллах. Фалатадуума Аллах я хада. Поистине мечети принадлежат Аллаху. Так не поклоняйтесь же наряду с Аллахом никому. Поэтому мечети не надо превращать в места для застолий каких-то длительных. Для игр. Для развлечений. Для сна. Некоторые ученики вот так вот начинают развлекаться. Развлекаются при помощи мобильного телефона. Или играть. Или писать сообщения. И так далее. Надо вообще от мечетей отдалять мирские занятия. Если только есть какая-то нужда. Реально крайняя нужда в этом. Да. А вообще мечети. От них отдаляются мирские дела. Мечети не для этого. Если только что-то незначительно необходимое. Например человек постился. Человек постился. Азан. Настало время разговения. Человек сел, поел немного фундуреля. Проблем в этом нет. Но сидеть в мечети. Заниматься длительными застольями. Если там идет урок при этом. Мешать уроку. Или мешать людям, которые хотят сидеть в мечети, читать Куран. Хотят молиться. Хотят делать намаз. Хотят обращаться к Аллаху с дуа. Усеялись. Длительные застолья. Разговоры. Сидят. Пьют чай. Неспешные беседы. О бизнесе. О женитьбе. О прочих каких-то вещах. Так это право. Второе право в отношении места. Где проходит обучение. Где человек получает знания. Третье право. Это в отношении товарища. Товарища по учебе. С кем ты учишься. Какой здесь принцип. Право в чем его состоит. В хадисе пророка Алиса Атусана. Пророк Алиса Атусана говорит. Верующий он зеркало для верующего. Верующий он зеркало для своего брата верующего. Зеркало. Что это значит? Это значит ты хочешь для него благо. Ты зеркало для него. Поэтому если есть что-то хорошее. Побуждай его к этому. В нем хорошее есть. Побуждай. Поддерживай его в этом. Есть что-то плохое. Несоответствующее. Религия Аллаха Субхану Ва Тааля. Значит старайся это исправить. Ты его зеркало. Будь хорошим товарищем. Будь хорошим товарищем. Товарищем, который призывает к благому. Который тянет к благому. Наоборот удерживает человека от зла. Поэтому ученые говорили. Ас-сахиб. Сахиб. Ас-сахибу сахиб. Что это значит? Товарищ по-арабски сахиб. Через букву сад. Он сахиб. Что такое сахиб? Через букву сад. То есть утягивающий. Сахиб, сахиб. Товарищ. Кто? Утягивающий. Утягивающий. Он тянет с собой. Либо в одну сторону, либо в другую сторону. И поэтому пророк Алиса Атуса на это указал. Сказал, что плохой товарищ и хороший товарищ. Хороший товарищ подобен кому? Продавцу благовонии. Он либо угостит тебя этим благовонием. Хорошо, прекрасно. Или продаст тебе все равно польза. Или хотя бы от него хороший запах ты почувствуешь. А плохой товарищ подобен тому, кто раздувает кузнечные меха. Что сделает? Либо одежду твою сожжет. Либо ты от него дурной запах почувствуешь. То есть, один вред. Аллах, субхану на Тааля, в Коране говорит об этом о хороших товарищах. Аллах, субхану на Тааля, говорит, в тот день, то есть судный день, станет валим беззаконник кусать свои руки. Скажет, лучше бы я последовал путем посланника. И скажет, о горе мне, лучше бы я не брал такого-то себе товарища. О, если бы я не брал такого-то своим товарищам. Это он отвратил меня от напоминания. То есть, от Курана, от поминания Аллаха, субхану на Тааля. Он отвратил меня, отвел меня от напоминания после того, как оно дошло до меня. Поэтому нужно наставлять друг друга обязательно. Нужно тянуть друг друга к хорошему. Это наша обязанность в отношении друг друга. Видишь у своего брата упущение, значит, мудрое, мягкое наставление, да, ему, будь для него зеркало. Это было какое право? Третье право. В отношении товарища. Четвертое право – это в отношении книги. Отношение к книге. Эти вот книги религиозные, которые у нас есть, это одна из великих и бесчисленных милости Аллаха, субхану на Тааля. В наши дни, ахамду лилля, средства для получения знаний, они облегчены. Много их. Не так, как в прежние времена, тогда книг не было. Если книги были, то это были очень дорогие книги, они были редкостью. На чем писали люди? Во-первых, это были рукописные книги, писали на каких-то дощечках, на какой-то коже, пергаментах и так далее. А сегодня, ахамду лилля, Аллах, субхану на Тааля, дал нам эти книги. И мы должны знать цену этому, этой милости Аллаха, субхану на Тааля. К сожалению, мы не оцениваем эту милость. Не оцениваем ее должным образом. К книгам относимся с пренебрежением. Многие люди приобретают книги или берут, если бесплатно раздают книги. А, бесплатно, давай, берут книгу. Берут, а потом все, и лежит эта книга у него. Не читает человек эту книгу. Это значит, он не соблюдает права книги. Хорошо. Не читает книгу, а иногда немножко читает, а вообще не читает, вовсе не читает. Ну, хотя бы ты, как мы говорили с вами, ну, прочти что, вступление книги, прочти содержание книги. Хотя бы ты будешь знать, о чем книга эта. Некоторые используют книгу для каких-то записей. Ну, записей не полезных, не каких-то религиозных выводов, а записей там разных, мирских, всевозможной мирской информации. Смотришь, телефонный номер он там записал, еще чего-то вспомнил, записал в книге. Некоторые едят, пьют. Книга на столе, он рядом с ней ест, пьет, пачкает эту книгу. И уже очень скоро эта книга становится запятнанной. Книга становится изорванной. Смотрите, шейх Абдир Мухсина Раббат. Хафиза Аллаху Та'ала, пусть Аллах хранит его. Но у него есть книги, которые до сих пор, которые он изучал в раннем детстве. То есть уже почти 70 лет назад книги, которые он изучал, они у него хранятся, они у него есть. В хорошем состоянии. Почему так? Потому что ученый знает цену книгам. Книга – это одна из великих ценностей. Если ты вот так утеряешь книгу или испортишь книгу, то, может, больше вообще не найдешь этой книги нигде. Может быть, найдешь, но не в таком издании. Потому что издания отличаются друг от друга. Особенно книги, по которым ты учишься непосредственно, о них нужно заботиться особо, насколько можешь. Книга, по которой ты учишь. Которую ты изучаешь. Так это четвертое было, да, право. Пятое право – это отношение к шейху. Отношение к учителю. Вот здесь люди делятся на три группы. Две крайности и середина. Умеренная группа. Есть люди, которые излишествуют, чрезмерствуют в отношении шейхов, в отношении учителей. Целуют их ноги, целуют руки, прикасаются к ним руками, потом обтираются для барок, и барок уберут и так далее. Другие, наоборот, есть. Вторая крайность – это те, которые порочат ученых, ругают учителей. Чернятых, проявляют им непочтительность. Третья группа – это Агласуна Ваджама. Агласуна Ваджама мы знаем всегда посередине. Во всех вопросах всегда посередине. Без чрезмерности, но и без упущения и легковесности. Агласуна Ваджама придерживаются середины. Какой середины? Той середины, которой придерживались праведные предшественники. Сырфу Салих в отношении ученых. Без чрезмерности, мы сказали, и без упущений. Некоторые ученики на уроке отвлекаются, учителя не слушают, друг с другом разговаривают, смеются чего-то, переговариваются, иногда спят, вытягивают ноги, иногда чего-то там пишут, смс какие-то или в игры играют в телефонах и так далее. Когда заканчивается урок, спрепенулся, где шейх? Спрашиваю, зачем шейх тебе? Я хочу поцеловать ему руку или голову, лобик поцеловать хочу ему. Клянусь, так люблю я шейха, так люблю учителя. Лжец. Лжец. Потому что если бы любил по-настоящему учителя, как это было у предшественников, как это положено в Расунавадзима, что бы ты делал? Сидел бы молча ты тогда. Сидел бы молча на уроке, слушал бы внимательно. Впитывал бы это знание, которое дает. Потом, впитав это знание, совершал деяния в соответствии с этим знанием. Потом призывал бы к этому знанию, которое сам притворяет жизнь. Потом призыв вел к нему. Вот это означает любить учителя и ценить знание, которое он дает. Внимательно слушаешь, постигаешь, притворяешь жизнь, призываешь к этому. Шейх от тебя, если это настоящий, знающий человек, настоящий тальборильм или алим, или это ученый, он от тебя не хочет поцелуев этих твоих в лобик там, или чтобы ты ставил ему руку. Он не хочет этого. Он от тебя не хочет дифирамбов каких-то, чтобы ты хвалил его, говорил, какой он хороший, какой он великий. Не хочет, чтобы ты прикасался к нему там и бараку от него получал какую-то, пытался получить бараку. Что вообще ученые, они не любят вот эти дела. Ученые, они не приветствуют, не любят, когда кто-то пытается что-то сделать подобное. Муфтии Саудовской Аравии. Абдирадзи Аль-Шейх. Афиза Аллаху Тааля. Просто как пример. Он соглашается на рукопожатие. На рукопожатие соглашается, не соглашается, чтобы ему целовали в голову. Не соглашается. Потому что праведники, праведные люди, они чего хотят? Они хотят, чтобы ты от них это знание полезное получил, чтобы ты по нему жил, потом ты доносил его до людей, и чтобы ты молился о нем в тайне. В тайне. Не обязательно это надо шейху в лицо говорить. Там в тайне молись сам за шейха, за учителя. Абдирадзи Аль-Шейха. Это вот настоящая любовь. Если не такая любовь, то превращается либо в ширк, либо в бедат. Либо в беда, в нововведение, либо в ширк превращается. Это было у нас какое право? Пятое право в отношении учителя. И шестое право, это право в отношении знания. Право знания, которое ты получаешь. У знания есть право. Какое право? Получил ты знание, ахамду лилля. Прошел ты три основы, ахамду лилля. У этого знания есть право над тобой. Какое право? Закреплять должен ты это знание. Повторять должен его. Углублять должен его. Это право этого знания. Аллах дал тебе это знание. Все. На тебе лежит это право. Повторяй, закрепляй. углубляй, вообще, если у тебя есть знание, какой-то каждый месяц оживляй это знание в памяти. Потому что, помните, мы говорили с вами раньше, в начале, когда мы изучали, что настоящее знание – это какое знание? То знание, которое ты видишь в темноте. Некоторые говорят, такое знание, которое заходит с тобой в баню или в уборную. То есть ты же не можешь с собой книги взять туда, правильно? Заходит с тобой только то, что у тебя сохранено в твоей памяти, в твоем сердце. Предшественники, они повторяли всегда то, что они узнали, свое знание. Итак, первое, что? Повторяй, углубляй, закрепляй это. Дальше что? Знание, если ты получил его. Для чего ты получил его? Просто так? Нет, чтобы ты притворял его в жизнь. Применяй свое знание в деяниях. Потому что сказано, что знающий, который не поступает в соответствии со своим знанием, он будет подвергнут наказанию прежде, чем идолопоклонники, чем те, которые поклоняются идолам. Он будет подвергнут в судный день наказанию прежде них. Субханаллах. Хорошо. Значит, укрепляешь знание, потом что мы сказали? Живешь по этому знанию, в деянии притворяешь. Дальше что? Знание, если у тебя есть, ты должен давать с него закат. Потому что это что? Это великое имущество, которым тебя дарил Аллах. Закат сознание должен давать. Что значит закат? Передавать его. Призывать людей к этому знанию. К тому, что ты знаешь и что ты делаешь. И четвертое что? Ты узнал, получаешь знание, ты притворяешь его, ты призываешь к нему. Теперь что нужно? Проявлять сабр. Проявлять терпение. В чем проявлять терпение? В получении знания, в закреплении знания. Сабр нужен. Нужно терпение. Дальше что? Притворять это знание в жизнь. Сабр нужен. Нужен сабр. Дальше призывать людей. Терпение нужно? Нужно. Терпение на этом поприще. Вот если так будешь поступать, в отношении знания, то с позволения Аллаха, Субханаллах, сможешь ответить на вопросы могилы. Сможешь ответить на вопросы могилы. Так это было пустое право в отношении, знания. Таким образом, автор заканчивает, закончил рассмотрение второй из трех основ. Вторая из трех основ. Рассмотрение ее закончено, чтобы перейти к рассмотрению третьей основы. Маарифа туннеби. Знание о пророке. Кто наш пророк? Когда мы будем изучать этот вопрос, мы должны коснуться тех вещей, которые связаны с этим. Происхождение Мухаммада, с чего начиналось и сколько продолжалась миссия его, как пророка, как посланника. Кем он является? Пророком он является? Или посланником, саллаху и салям? Кому он был послан? К чему он призывал? Донес ли он то, что возможно было на него донести? Умер он или он не умер? Где он родился? Где он скончался? Сколько он пробыл в Мекке? Сколько он пробыл в Медине? Когда его общине были вменены в обязанность пять намазов и другие установления? Вот это все входит в вопрос Маарифа туннеби. Познание пророка, саллаху и салям. И это третье из основ. Услови саляма на Мухаммад. Услови саляма на Мухаммад. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!